Удультам, привет. Я Удульт. Я еще какой Удульт? Опа. Удульт. Я Удульт уже, у меня выбора нету. Удультам всем кайфулю, мощнейшую, вену. Удультам, респект. Так, давайте посмотрим тут что-нибудь. Лицо этого человека. Раз это выиграло. Я стал королем рэпа. Объясни, почему я мудак. Изи, изи. Реал топ. Think about this, man. Бля, мне нравится, как блестит у меня лоб. Блестит ли лоб у меня сейчас? Не знаю. Блистательный. Я всегда был блистателем. Баттл против Оксимирона был опубликован полторы недели назад. Как изменилась твоя жизнь за это время? Бля, вот так охуенно. Вот этот стол. Мне кажется, надо увеличивать и разглядывать просто все, что там на нем находится. Вот на эту квартиру уехал. Где ты жил раньше? Где ты жил раньше? Раньше я жил с девушкой. Так, а теперь... Я пью пиво. Реально Юрий и Дудю поставили условие, что он должен привезти самое дорогое пиво, которое он уйдет. Он реально привез на какое-то пистатое пиво. По 300 рублей бутылку. И мы ему сказали, что у Карины, у дедушки Вани Светло, день рождения сегодня. Хотя у нее день рождения было неделю назад, что ли. И он ей привез сумочку Армани. Но потом что ты-то и был в них сумочкой Дудя. И тут добавить мне нечего. Ты в квартиру уехал. Хочешь им дымашку, Юра? Не, дымашку. Бля, неплохое начало. Только не хочу. Вот это вот, да? Да, витаминовое немножечко. Витаминовое немножечко. Ну, а не плохо. Немножечко в лабораторию носили. Немножечко витаминовое. Ну, так, где-то процентов на 16. Ну, да. Сами делай. Вот это, кстати, больше всего меня спрашивают обычно люди при знакомстве про... Обычно больше всего вопросов, как раз люди задают про эту дымашку. И самое интересное, что у нас тогда на квартире, то есть никто не употреблял, ну, я имею в виду, там, какие-то химические наркотики, никто не употреблял. У нас был гик на концерте ежемесячный. И какой-то из слушателей. Потому что, кстати, вот интересно, он мог бы объявиться как... Сука, какая ностальгия, вот этот проем, отсутствие двери. Как быстро летит время. Теперь так хочется уже оказаться вон там. В этой комнате без двери вернуться в этот момент, но нет. Все двери за спиной захлопнулись. Автор той же самой дымашечки Чувак, который тогда подошел на концерте ежемесячник и передал Ваню Светлоем дымашку. Говорит, это вам, пацаны. Чувак, найдись. Вот, он просто передал. Чувак, найдись. Товарищ майор, залогинься, ебт. Чувак, найдись. Бля, хули нас не делся, если бы никто из нас такой-то не жрек. Я ему говорю, ну хули, пускай будет гостевая. Гости будут приходить, а вы будут предлагать. И первый гостик, который пришел к нам, оказался Юрий Дудь. А потом еще друг Джиги в итоге, однажды, когда ты шел к нам, говорит, так, как будто я под домашней нахожусь. То есть съел ее, поэтому можно еще его попросить снять. Обзор на костевую дымашечку, чтобы он рассказал, каково это было. Он еще сказал сначала друг Джиги, через часа два или три звонил, и он уже был в полном безумии. Возможно, я наебал ее Дудя, и она более отфитаминовая была. Барбара Гинникова, с твоей дробью, сказала, расскажи мне Сенсене, ведь на твоей головой не случайно звезда, а на голову Дудя покосившаяся вешалка, да, не случайно. А что тут рассказывает, вы все это с нами видите. Вот, благо, иллюстрация, что происходит в голове у Юрия Дудя, а что происходит в голове у молодого поэта Слава Капасе. Итак, мы смотрим дальше. Это Машик, смотрите, Юрий разглядывает. Употреблял я сегодня? Нет, я вообще не употребляю. Ты употреблял ее сегодня уже. Пососанную дали тебе, Юрий, пососанную дали. Котик, это гостевая. Хороший, хороший, бляд. А гостевая? Да. Так, мы же знали, что ты приедешь Юрий, решили подготовиться. Старина Боб. Мы подумали, нормально, ты закинешь ее, подчилишь там. У меня уже слюна выделяется, как у собаки Павлона, старина Боб. Не, я не знаю. На кровати, с**, паден, не ряду. Вот, только после того, как с собой я поговорю. Расскажи, что изменилось? Да ничего, чтобы не изменилось, а также, ну, вот пивко-дуго. Да, какая прическа у меня тут охутина, ублюдская. Это просто восторг. Да, времена идут, а с прическами проблемы сохраняются. Ничего. Может быть, полоску на какого-нибудь элитного парикмахера собрать однажды. Просто восторг. Это букер. Букер мне посоветовал парикмахер. Пью, потому что я его привез. Так. В 200 рублей бутылка. Да, в 200 рублей. Вот такое пиво. Самое дорогое пиво, которое я пил на тот момент в жизни. Рубли бутылка, а никогда такого не пил. Нравится, да? Да. Блин, я очень старался, дружище. У меня даже паспорт посмотрели в магазе, потому что я 15 бутылок купил. Нет, просто это потому что юридично. На тот момент, как будто я потом пробовал пиво дороже. 15 бутылок купил паспорт. Да, Надя, класс. Просто интересно узнать, написано ли у тебя в паспорте реально дуть. Ты смел? Никогда не сомневался, я тебя увидел, сразу понял, наверное, это же дуть. Ну, окей. Ты не мог назначить интервью раньше, раньше сегодняшнего дня, потому что ты говорил, что работаю каждый день с 9 до 20. Значит, я до него сказал, что не могу заниматься, потому что я работаю. Ну, да, я работал с 9 до 11. Такой график у меня и был поддали. Работал, да. Почему в прошедшем времени? Ну, я написал заявление, вот. И как только я перестал работать, отработал положенные 2 недели, так смог с собой встретиться. Бля, у меня еще палец поврежденный. Бля, после того, что я дрался. А теперь у меня вот этот палец поврежденный болит, пиздец. Из-за слэма, блядь, в Омске у меня болит палец. Уже какой-то четвертый месяц. Защищаем Мишу Джигля в баре 17.03. У меня там замутанный памятник Мишу Джигля. Я смотрю, и реально Миша сидит на земле, а какой-то тип на нем. Я побежал и разбил бутылку об голову этого чувака. Потом было очень сытно, конечно, что я так поступил. И потом я еще повредил себе палец, вот. Ну, так до конца не раскипались. Системный администратор. Расскажи, пожалуйста, об этом. А что ты хочешь узнать о системном администрировании? Что такое ДДОС? Блядь. Об этом я тоже спрошу. Это как бы одна из удачных вещей, которая была на Баттле. Я просто хочу знать, кто платил зарплату. Одна из удачных вещей, которая была на Баттле. Про ДДОС-то его ловко. Человеку... Кто платил зарплату человеку в таких шортах? Я хочу узнать, кто платил зарплату человеку в таких шортах. Узнать. Кто платил зарплату человеку вроде тебя? Человеку вроде тебя. Да, довольно грубо. Такое, типа, я бы тебе, блядь, ни рубля не дам. Торговый центр, с которым я работаю. Так. Что за торговый центр? А? Что за торговый центр? Ну, неважно, я не буду им делать рекламу бесплатно. Теперь же я не буду. Эх, этот пафосный малый. По обязанности входил. За 100 рублей. Нихуя себе парень почувствовал запах денег. Администрирование парка машин, касс, ну и прочего. Ну, ты следил, чтобы технически там все работало? Да, да. Обычно я работаю с темно-доминистрированием. Все настроил, и сидишь, пишешь репчик. А, то есть, по сути, у тебя только в режиме тревоги получался в работу, да? Ну, как и... В режиме тревоги, я сейчас в режиме тревоги давно не был. Гонат остановилась. Остановилась тогда на движение смерти и загорали. Да, ребята, режим тревоги. Потому что, если полосочка-то упадется, гомосятина может отмениться. Голубая тревога. Что? Возникает атака, обычно сидишь, пишешь репчик, все, замечательно. А реально рабочий день был с 9 до 11? Да. Сменами. Охренеть. Охренеть. Блядь, ее идуть как будто вообще не представляет, как люди живут. Охренеть. С 9 до 11 выжать, понимаешь, понимаешь? В среднем. Охренеть, реально. Треков ты записывал за рабочие. Так реально, около 8 часов работают, а не по 14. Ну, по-разному. Ну, если сменами люди работают, то некоторые по 24 часа смены как-то ебаешь. Что, у тебя нет друзей, которые работали бы по сменам, там 2 через 2? Почему у меня шея хрустит, как бутылка, объясните, кто-нибудь? У тебя нет друзей, которые работали бы... Слава, КПСС ударился затылком на стриме. Что, у тебя нет друзей, которые работали бы... С обменом, там 2 через 2 или 3 через 3. Все, как бывает. Ну, EP, Валентин. Друзей, у которых шея бутылкой хрустит. Валентина, дядьки, детская танцевальная музыка. За один рабочий день все было написано. Ты слушал EP? Я точно слышал. Что-то оттуда. И я просто охуел от того, как это плохо. Я точно слышал что-то оттуда, и я слышал, как это плохо. Есть дети? Да. Ну, потому что ты не являешься целевой аудиторией этого релиза. А у тебя дочка или мальчик? У меня сына дочь. Сколько ее? 7 и 4. 7 и 4, как раз моя возрастная аудитория. Да. Ты просто приходишь домой, если, например, ты снимаешь какое-нибудь интервью или бьюти-блог, как ты любишь, ты зовешь своих малышей в комнату, включаешь им, релиз, детская танцевальная музыка, я не тебя не беспокою. Так, ну почти в 10 минут уже. Слава, которую ты коснулся за эти полторы недели. Полторы, да. Блядь. Ну, то, что мне Марина Кацубе написывает. Наверное, это. Сука, блядь. Когда я бался на Марине Кацубе, я, кстати, недавно, когда выходил iPhone «Чередущий покупивший мир», я решил, вот, провели угар, и Марине Кацубе еще тоже, скажу, выложи мой релиз-сторис. И Марина Кацуба отказалась. Марина Кацуба — это питерская ПТС. Да, питерская ПТС. Так, ну все, ребят, короче, пострим. Считайте, посмотрели. 10 минут мы посмотрели. Так что все. Этот лот мы отыграли. Google Корпорация.